И в продолжении темы история о человеке, который делает очень доброе и благородное дело, не ожидая ничего взамен. Уже 84 человека получили кровь от донора-рекордсмена в Астане. Пенсионер Василий Садыков живет в столице более 10 лет. Он твердо верит, что донорство положительно влияет на здоровье. С ним встретился Ильяс Рамазанов. Благодаря регулярному донорству в 63 года Василий Желкайдарович, как говорится, пышет здоровьем. Его вклад в медицину Казахстана неоспорим. В прошлом году мужчину вместе с другими донорами со стажем наградили нагрудными знаками от Министерства здравоохранения. Благим делом Василий занялся, будучи еще студентом в России. В столице он живет больше 10 лет. Узнав об этом центре крови, придя сюда, стал постоянным и стабильно сдавать кровь. Я не хотел, я не ожидал, что благодарность получил. Я просто хотел сдавать, а потом оказалось, что вот столько-то донаций, сколько, более 40 и 84 человека получили. По словам Василия, донорство приносит ему много позитивных эмоций. Сегодня, в День Благодарности, центр крови посетили более 60 доноров. Их кровь распределят в 23 клиники столицы. Она нужна как планово, так и экстренно госпитализированным пациентам. Люди, которые сдают кровь в этом зале, делают добро абсолютно безвозмездно. Кроме врачей этого центра, им благодарность получать не от кого, потому что информация о донорстве конфиденциальна. Поэтому от всех пациентов, которые получат вашу кровь, я хочу сказать вам сердечное спасибо. Благодарить этих людей есть за что. По словам врачей центра, каждую донацию человеческий организм воспринимает как кровопотерю. Ведь забирают у людей почти по пол-литра. Это не опасно, но после сдачи крови некоторые могут испытать недомогание. День Благодарения, первый день весны. Я приехал сдать кровь. Я благодарю медперсоналу, который работает над благим делом. Я рад тому, что есть такое учреждение, где мы можем помочь своим помощью другим нуждающимся людям. Мы можем работать, жить, приносить пользу. И специалистам, конечно, этого центра огромная благодарность, что они выстроили такую систему безопасную, качественную. Заведующий отделом комплектования доноров центра утверждает, регулярная сдача крови способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшает иммунитет за счет обновления клеток. У нас доноры в основном это активные люди, они приходят с целью помочь. После донации самое важное это то, что они получают классное настроение, так как когда ты помогаешь человеку, спасаясь в его жизни, особенно когда это незнакомому человеку, и каждый человек он создан уникально, все у нас восстанавливается. То есть период восстановления после донации два месяца. В центре трансфузиологии рассказали, что многие люди боятся сдавать кровь из-за якобы возможного заражения. Специалисты утверждают, это невозможно. Все материалы одноразовые и вскрываются при донорах. Врачи призывают казахстанцев становиться донорами и таким образом приносить пользу обществу. Ильяс Рамазанов, Мейрбек Абдрахман, Астана, Первый канал, Евразия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова